Салам алейкум, Достар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггеряут, и это реакция на сериал 5.32, дело номер 4. Очень крутой топовый сериал, который, мне кажется, сейчас рвет тренды вообще абсолютно, и очень популярен в Казахстане. Мне кажется, это самый обсуждаемый за последнее время, и очень крутой сериал. Ну, возможно, там есть какие-то недочеты, ну, с профессиональной точки зрения. Так, по сути, смотришь, вроде ничего не видно, да и вообще не хочется даже об этом думать, как-то говорить. Очень рад то, что в Казахстане есть на самом деле такие профессионалы, такая хорошая команда, которая вот снимает подобные сериалы. Вот, и вначале хотел бы у вас спросить, попросить даже написать в комментариях, что вы спросили бы у режиссера, допустим, вот проектов, как 5.32, там «Сержант Братан», ну вот. Или, ну вообще у любого режиссера, что вам интересно, что вот вы спросили бы, если бы у вас была возможность. Напишите в комментариях, почитаю. Очень интересно, вот. Ладно, давайте смотреть. Дело номер 4. Дело номер 4. Глубокий вдох. Десять секунд не дышим. Тот старик. Выдох. Как себя чувствуете? Отлично. Наслаждаюсь жизнью. Это хорошо, что веселый человек. Надо подать духом. Как проводить свободное время? Ну, сейчас, как вы сказали, стараюсь проводить больше времени среди людей. Это правильно, правильно. Так, еще раз дышим. Хорошо. Он просто переходит. Доченька, а ты чего здесь сидишь? Тебя не подвезти? Да, мне бы до Вишневки доехать. Я на автобус опоздала. Да, Вишневки. А садись. Заедем. Правда? Конечно, грех не помочь. Блин, спасибо вам большое. Благодарю вас. Да ты не бойся, садись. Я нормально вожу. Точно? Конечно. Ну, хорошо. Шо вот она там сидела, да? А как звать на тебя? Да, она. А вас? Дядя Вася. Приятно познакомиться, дядя Вася. Приятно. А чего в наших краях? Ну, как отец умер, мама приехала сюда. Вот и езжу, обещаю. Помогаю по дому, по хозяйству. Ага, да-да, помогать надо, надо. 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 Дядя Вась, вы что-то далеко отъехали. Дядя Вась, вы меня слышите? Дядя Вась, вы далеко отъехали. Дядя Вась! Что-то мы далеко отъехали. Спасибо вам большое. Дальше я сама. Ага. Дядя Вась, вы далеко отъехали. Ай! Дядя Вась! Дядя Вась! Что вы делаете? Помогите! Помогите! Тихо! Раздевайся, слушай. Что вы делаете? Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай! 14 августа на пути в село Вишневка было найдено тело девушки. Предположительно 25-30 лет. Убитая была изнасилована, облита солярка и сожжена. В районе грудной клетки, в области сердца, найдены были полуторезанные раны, несовместимые с жизнью. Отпечатков пальцев в уликном месте преступления не найдено. Так как это четвертое тело за последний месяц с одинаковым почерком убийств, специальный отдел заключает, что в районе квадратов сел Вишневка, Ахколь, Аршалы, Ак-Харлы и Октябрьск орудует серийный маньяк с сексуальными наклонностями. Причем похоже на таксиста. Зажива. Так же поступает. Девушку жалко. Да вообще всех жалко, конечно. Ты чё? Чё думаешь? Да я же говорю, мы в полной жопе. Все наши версии мимо. Таксисты всегда просили. Водители рейсов и хаптунцев тоже ничего не знают, ничего не видели. Свидетели видели, как девушка стояла на трассе, но к кому села, не знают. Значит, он не вызывает никаких подозрений. КРИКИ 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 Чего пропустили? Всех подозреваем, всех свидетелей проверили лишь. Сидели здесь в засаде, двинетели, ё-моё. Всю жопу отсыделанных. Ля, ну ты же видишь, братан, убийства в этом квартале продолжаются, знаешь, что-то не то. Может, какой-то залютный, а? Специально мозг парит, чтобы следствия запутать. Ты же знаешь, где мы трупы находили? Залёта не может на такие места? Разве он такой беспредельщик, да? Вон, бас, снимет ему любого труба. Дурачок какой-нибудь, да? Вряд ли девушки сели бы в машину к дурачку. Эта сука у жертв вызывает доверие. Ага. Чего мы опустили, а? ЗВОНОК ЛАТСИВА ТЕЛЕФОНСКИ ТЕЛЕФОНСЯ Девушка! Здравствуйте Рахим Шалхар, уголовный розыск Извините за беспокойство Вы из города приехали? Да А как часто ездят автобусы? Мой автобус приезжает 15 на 0 Остальные я не в курсе А если не на автобусе, на чем приезжаете? Раньше на попутках приезжала Но как начались убийства, только на автобусе Ясно Спасибо Пожалуйста Ну где-то крутой Привет Что случилось? Ой, земляк, слушай Бензинчиком не поможешь, а? Закончился, домой не могу попасть Конечно, конечно Ну он же ему, наверное, ничего не сделает Аташка, а ты один кататься не боишься? А ты про маньяка, что ли? Да зачем я ему нужен? Я невкусный Блядь, таких уродов надо расстреливать Конченый Надеюсь, его поймают А еще лучше, не менты Узмись джигтерсаса? Вот тогда пиздец плодово Хватит, хватит, спасибо Мне тут недалеко Джерема? Да, да, спасибо Ну а что ты хотел? Ну да, логично, согласен Может, бездам, маньяк вообще меншарно, а? Кешни Логично же Мен там доверяют, так? Да, вариант вообще много Помнишь, участковый, Ерболда? Базанда бзага кумекту с черду, арберджу группа И тут басы слил с ванных И что ты думаешь, это он? Если бы знал он или не он Если бы боят обостровного отрода Ой, кой там, кшизас Да просто давай, проверь Давай, давай Че, кешни сэдм? Идиол Иди не сэдм Понизал Азны, кешки дейм, ба Э Кым болды, дейм Да, поэтому Кым конкретно? Батя, матя, сеструха, бажуха Ярадя Давай, сэн, койп шеверме Рисму районды маньяк бар Семейд, корт пекуш Ябсу койп там, кыш Бөзім білем, кішейм, шипейм Бақы оттады, мақы Бақы оттады, мақы Аша, да бақы Бақы оттады Бақы оттады Олег Маслинг. Хлеснодар. Че, какие новости? Да ничего, все так же ищем. Вот у меня есть как раз две зацепки. А вот здесь. Короче, аудан адамдар Куджактам Бразван Байханекин Говорит, что вели себя агрессивно. Куджактарова. И у них была две машины, номера так-так-так-так-так. А, ЖМ-3712 и АЕ 0086. Вот так. Ербул, ты че пропадал? А? А че случилось? Там дикой шарбово. Без заебала Ербулна, давай поконкретнее. По 100 вообще синхол? Холодовол не ес. Зачем? Слышал, да, вчера еще одна девушка умерла? Да, я слышал. Ну и че, где ты был тоже в больнице что ли? Мужики. Да вы че? Ахуели что ли меня подозревает, а? Э, ты не быкуй нахуй, э, Ербул. Давай поконкретнее общайся нах, по уставу. Где ты был вчера? Угу. Угу. Все понятно. Далее. Очки топ, конечно. Эх, 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 эх. Эх, эх. Эх, эх, эх. такой знаете как коршун коршун выслеживает откуда они берутся лежи Ааа, ну хотя да. Забежать-то некуда, блин. Жертва, девушка славянской внешности, возраст ну двадцать пять-двадцать шесть лет. Изнасилована. Смерть наступила скорее всего от удара тупым предметом. Ну вот, этим камнем, да. Он ударил ее в грудь ножом, видимо она побежала и он догнал ее. Да блять, блять, сука, Котакпас, блять! Он знает, что мы его ищем, но он продолжает Котакпас убивать, сука! Думан, брат, давай без истерики, а? Как без истерики, Шалхар? Он улыбнулся козыр, някишчилер, макангелетных, минидимуларганных, или саранжеверима барлыганных. Дектер, сад поса мен, жиринь, у кумбразник за аул на адмархалан кеттго, поеду, допрошу. Может, то что-нибудь знает. Давай, хорошо. Ну и что бы ты сделал в таком случае, когда у тебя ни зацепок, ни свидетелей, ни хера? Да, если честно, не знаю. Какое-то мертвое дело. Даже в мертвом деле есть выход. Чуйка. Ербол, стой! Стой, Ербол! Полный ваг тебе на сколько хватает, а? Ну, километр семьдесят. Думана посвети. Так, первое убийство случилось вот здесь вот. От Вишневки до Ахкадла и Ахкадла сколько километров? Пятьдесят километров. Угу. Второе и третье тело нашли возле Ахкадла. Оттуда до Вишневки сколько? Семьдесят. Тело Даны нашли примерно возле Октябрьска. Оттуда сколько? Я там точно знаю, вообще километр. Там мой брат живет. А отсюда до Вишневки? Сорок с лишним. Сука, тогда все понятно. В общем, как мы все предполагали, манят местный житель и передвигается на мотоцикле. С чего ты решил, что он двигается на мотоцикле? Таким же успехом можно двигаться и на машине? Да, можно. Но заправка где находится? Ну, единственное, заправка у нас в Вишневки. Вот и ответ. Чтобы ездить, он должен приезжать и заправляться. На дальние дистанции он не может выезжать. Блядь, сука, кидараса. Все тогда нахуй. Молодцы, пень, джиган, барлын, присылайте этому сгребу нахуй. Молодцы, пень, джиган. Ну, нормально так, чуйка. Помогла ему. Вообще, не фиг бы догадался. У меня в тот день скот пропал. Я выехал искать его. На мотоцикле? Ну да. В району джиган, 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 мотоцикл вареки. Манэ. Он и Шиндвига Туртыеву минус. У них железный алиби. Многочисленные свидетели это доказывают. Ты учился в одной школе с погибшей надеждой. Говорят, вы дружили? Ну, не сказать, что дружили. Так, нет, нет, не виделись. А вот мать погибшей говорит, что ты часто подвозил ее на своем мотоцикле. Надежда Ольгантына, корж нервис гайд твоя. Молтун дубрииркик по наш спит. Это ты? Да. Надежду и других девушек ты убил? Да не вы чего. Это не я. Я ее, я ее люблю. Ночью вы поругались, потому что она просила меня развести шину. Милая Стелма. Мин Николай Марк. После этого я Надю больше не видел. а это дело почему брали и это какой-то брошенных коллега жалостра то создал птсрм разработка дожди он и одной ногой водит мотоцикл да да а где он был когда происходили убийства как такого алиби у него нету вода на руководство днис при опросе сказал что все время дома сидит ну давай его тоже в разработку бля я шалхар нитики на дам совсем не давай давай а кто там да 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 сейчас Час! Час! Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите! Увидели бы они комнату его... Вы в «Коле чудес» смотрите? Да, это моя любимая передача. Я ее каждый день смотрю. Наизусть знаю. А? А чем могу помочь? А вы присаживайтесь, поговорим. Дядя Вася, все нормально, не волнуйтесь, хорошо? Мы тут опрашиваем людей там, кто что видел. А, так это, я же говорил участковому уже. Ничего не видел. Ничего не знаю. Я же... Я же дома всегда сижу. Вы же такой молодой. В рассвете сил. Чего дома сидеть-то? Да ну! Кстати, дядя Вася, я возле гаража видел мотоцикл. Он рабочий? А... Ну так, конечно, рабочий. Ну вот, выехали бы на нем, на рыбалку. Развеялись бы. Да нет. Сейчас же жара на улице. Еще давление скаканет. Я стараюсь сейчас из дома не выходить. Вечерком мы выехали? А вечерком у меня зрение слабое. Я же в темноте-то почти ничего не вижу. Еще разобьюсь. Не дай Бог. Тво-тво-тво. Кстати, дядя Вась, мы вчера с Думаном тоже смотрели поле чудес? Так и не досмотрели. Кто там в итоге выиграл? Вот эта женщина из Сашкента или тракторист из Омска? А... Это... Вчера... Отчета памяти у меня. А вот эта женщина же из Сашкента. А, да-да-да. Точно-точно. Она была поумнее? Да! Да. Ладно, дядя Вась, поехали, проедимся с нами в отделение. А... А в честь чего это? А в честь того, что ты подозреваемый. Быстро оделся и поехали, понял? Ну... Давай, одевайся. Поехали, я сказал! Давай. Все. Ты понял? Ты меня понял? Ты меня понял? Э, вы что охренели? Здравствуйте. Извините, пожалуйста, за недоразумение. Походу, моча ебнула в голову моим сотрудникам. Но вы не волнуйтесь, вас отпустят. А вы, блядь, оба на выход. Живо! Эй, вы что, ебанулись, а? Блядь, бессонность не решили теперь все на инвалидность писать, а? Если газетчики об этом узнают, блядь, нас с говном сожрут, не попекнуться, блядь! Я уверен, что этот жал есть убийца. Он говорил, что давно не ездил на своем мотоцикле, а хотя его пиджак воняет бензином. Всех жертв убивали днем. А вот с геоузей хантин для коизмога нет, и дома он подтвердит. Так, когда убили последнюю жертву, он говорил, что был дома и смотрел по ночи здесь. Хотя он сам спалился, он не был дома. И моя чуйка подсказывает, что это сто процентов он. Чуйка? Да. Какой-то это очень конвертный, да? Че, пару раз подфартил, все думаешь, пиздец? И у вас, по факту, улик нету. Олджис Харич, давайте мы к нему домой поедем, что-нибудь по альбому нанем. Да. Короче, мне котропедки брам. Вернусь, чтобы здания этого шала не было. Ясно? Есть. Какого черта? Че ты лезешь? Жур, в машину! Че делать зайпал? Ты давай его тут подержи немного, я чего-нибудь найду. У тебя максимум час есть. Давай. Ну че, язвайся. Все, мы разобрались. Сейчас я по-быстрому бумажку заполню, мы вас обратно домой отвезем, хорошо? Потом, может, воды, чай, а? Нет, нет, не надо ничего. Точно? Хорошо, может телевизор включить? Ну, если можно. Там как раз поле чудес начнется. Еще раз. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Аркер, аркер, аркер! Субтитры делал DimaKorzok Аркер! Ты сука! Устал я? Когда мы домой-то поедем? Все, закончилось? Подождите сейчас, хорошо? Сейчас закончим. Музыка идеально подобрана. Нет, не верно! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сейчас. Нет уж, давайте-ка, несите меня домой. Так, сейчас. Подождите, хорошо? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Никуда ты уже не поедешь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Он долго не признал свою вину. Но через год, сознался в четырех убийствах. Одно, так и осталось нераскрытым. 5 апреля 1906 года, они Васю расстреляли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так что, доверяй своей чуйке. И перепроверяй людей. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чуйка. Ладно, поехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Осипов Василий Александрович, 1940 года рождения. Приговорен к высшей мере наказания. Расстрел. Приговор должен быть исполнен немедленно. Ты готовишь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Огонь! ПЕСНЯ Классная серия, не такая жесткая, как предыдущие, даже как-то полегче смотрелось все. Особо не было таких жестких моментов, да и маньяк, как-то приятный, что ли, дед, ну, с виду. Такс, вначале нам все так же показывают старика, никакой информации нам это не дает, просто то, что он убивает, что он наслаждается жизнью последние деньки, никаких пока вообще таких других зацепок. Возможно, это вот из прошлого, короче. Я не помню уже, говорил я или нет. Ну... А, да, говорил. Или нет. Ну, короче, то, что Шалкар, типа, его не поймал в те времена, и вот в настоящее время он его и поймает. По-моему, я это говорил. Не знаю. Короче, появление дяди Васи сразу вот, ну, классно актер играет. И эта улыбка, знаете, как у голливудского актера, который снимается еще в фильмах с Адамом Сэндлером. Стив Бушеми, вот. Я смотрю, я увидел его первый раз, такой, типа, вау, серьезно? Так, ну, вот, есть что-то общее, похожее. 36 цифр на номере мотоцикла. Вот. Короче, с виду очень такой приятный реально старичок. И как будто бы, ну... Как будто хочется доверять, короче, ему. Что, ну, на самом деле безобидно, да еще и без ноги. Конечно, буду садиться к нему. Что, нет, ну, просто... Вот эта сама ситуация, что они фиг знает... Вот так вот. В пустыре где-то вообще... Одни поля какие-то, степь. И девушки одни ходят. Ну, камон. Это, конечно, очень странно. Ну, видимо, так было. Да и такое бывает, наверное, да. Может, как-то там попутками добираются. Очень похож сценарий убийства на то, что делали таксисты. Как будто такой самоповтор. Что-то какой-то неоригинальный, короче, маньяк. И реально, опять же, ну, как догадаться, фиг знает вообще. И я вот, ну, всегда каждую серию смотрю и думаю, ну, как вы сейчас вот догадаетесь, а? Постепенно, постепенно, было много, конечно, всяких разных версий, теорий, как, чего, кто. Блин, вот он тоже, конечно, старичок. Ну, вот не заметил то, что кошелек не сгорел. Не сгорел в печке. Кошелек. Ну, такое может быть, наверное. Ладно. Понятное дело то, что у следаков нету никаких догадок. И пытаются вообще хоть за что-то зацепиться. И вспомнили про одного полицейского, который как раз таки, которого не было внезапно, который пропал. Ну, надо всех проверять, конечно. Ну, жесткий момент, то, что он маму свою хоронил, конечно. Железное алиби. Вот. Что еще? Ну, маньяк, по сути, жесткий. И, блин, он ножи оставляет. Че оставил, по крайней мере, у этой девушки. Почему не забрал фиг, знает. Самое, что меня удивило в этой серии, это то, что, как он догадался, что он в итоге на мотоцикле. Вообще, вот шалкар супер следак. Очень круто. И чуйка его выручает. С этим бензом еще. А че, типа, в мотоцикле нельзя? И в машине тоже можно с собой бенз возить. Но, по этим местам на машине особо не покатаешься, наверное. Фиг знает. И зачем этот маньяк вещи забирал? Отпечатки пальцев, типа, чтобы... Так их тоже можно было сжечь. Взять, че тебе надо, и все. Ну, понятно, этот. Надо было как-то подстроиться и... Чтобы он спалился по сценарию. И спалился он круто, конечно, на поле чудес. И еще, че мне не понравилось, то, что, когда его задержали еще в этой... В помещении, типа... Может, телик, типа, посмотрим? Да, конечно, как раз сейчас поле чудес начнется. Ну да, у нас поле чудес так и крутится постоянно. Без остановки. Ну... Можно было не говорить про поле чудес, а... Не знаю. Просто, типа, да, давайте, пусть играют. Поле чудес так часто не показывали. Вот. И концовка мне вот тоже вот очень понравилась. Ну, прям вообще в напряжении держит. И эта музыка, и то, что вот он ездил там по домам этим. И... Везде никого нету, как будто, ну... Они одни жили, что ли, в этих домах? Одна же там у мамы жила. Неужели там никого не было? Фиг знает. Короче, очень крутая концовка. И вообще, серия неплохая. Да. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.